Доброе утро! У нас сегодня замечательный день, зовут меня Елена Кателеева, я буду помогать нашим спикерам в первой части, следить за временем, ориентироваться, помогать, отвечать на вопросы, передавать микрофоны и так далее. У нас с вами сегодня очень хорошая возможность в камерном практически пространстве поговорить о стратегиях, о тактиках, об инструментах, которые мы можем как маркетологи применить в 2018 году. Мне кажется, когда случился кризис, все немножко запаниковали и первая тенденция, которая была, это надежда, что поскольку кризис это резкое падение, то дальше будет опять резкий подъем и все вернется на круги своя и не нужно будет менять ни стратегии, ни тактики. И нас снова вытащит волна сама по себе с привычными действиями. Год спустя стало понятно, это не просто экономический кризис, это структурный кризис. То есть он изменил поведение, он изменил поведение людей и обратного отскока не получится. Это просто наступила другая реальность, здесь в одной точке совпало очень много изменений. И эти изменения к радости или к сожалению, для меня как маркетолога к радости, потому что это заставляет все время думать, искать новые шаги, новые инструменты и понимать, что ты не засидишься, тебе не скучно и внешние изменения побуждают тебя всегда расти профессионально. И вот эти новые изменения и криптовалюты и уже как факт диджитал экономика, это уже факт. И даже если мои, например, собственники еще все равно сопротивляются, то даже и говорят о том, что да нет, это все увлечение молодежи, все равно решение надо принимать в русле классического маркетинга. Поэтому мы это не оспариваем. Да, классический подход, 4C никто не отменял, 4P, оно до сих пор живое и актуально, и с этим надо работать. Но тем не менее, даже сами собственники, будучи сугубо консервативными людьми, где начинают искать в первую очередь информацию, как общаться в Телеграме, подписках в социальных сетях, через электронную почту, через интернет и другие платформы. Человек все больше и больше с брендами сталкивается именно в цифровом пространстве. И даже сейчас не случайно, и это рождает с одной стороны для маркетологов возможности, потому что масс-маркет умер уже давно, и он сейчас все больше индивидуализируется, и технологии уже позволяют нам на самом деле перейти к персонализированному маркетингу. И не случайно 2 года назад мы принимали решение с трудом, доказывали нашим акционерам, что даже в железнодорожных перевозках пора уже давно переходить на персонализированный маркетинг. Несмотря на то, что мы все равно до сих пор являемся нонеймом, да, ну я имею в виду с точки зрения билета, с точки зрения подходов и так далее. Но тем не менее само законодательство также вынудило нас переходить на сбор данных персональных, а это значит, мы должны все больше и больше предложить нашему клиенту плюшек, который оправдывает те или иные наши неудобные действия. Реально неудобные для клиента. И поэтому все эти технологии с одной стороны маркетологу создают трудности, а с другой стороны они открывают реально возможности. Поэтому давайте мы лучше будем фокусироваться на тех возможностях. Трудности нам всегда создаст наше правительство, наши потребители растущим своим эгоизмом и требованиями на самом деле оправданными, они платят за это деньги, они хотят получить то, что они хотят. И порой они сами нам подсказывают, что они хотят. Надо научиться их слушать, надо научиться с этим работать, надо не бояться принимать вызовы и изобретать новые шаги, инструменты, не бояться комбинировать. На рынке B2B тоже происходят большие сдвиги в этом плане, и посредники уже тоже начинают быть и работать в треугольниках, что называется. Потому что даже все равно рынок B2B все больше и больше ориентируется на клиента, понимая, что его клиент, конечный потребитель, который по всей цепочке логистики диктует свои условия. И у нас сегодня как раз такая возможность. В первой части конференции мы говорим о трендах, и у нас три прекрасных спикера. После перерыва, которые будут по 15 минут на кофе-брейк, и учитывая, что всегда есть желание и поговорить, и пообщаться, неплохо бы следить за временем. И затем у нас уже будут разделы, посвященные непосредственно инструментам. Поскольку аудитория камерная, это прекрасная возможность задавать вопросы. Я призываю вас не отсиживаться и максимально использовать это время, задать вопросы спикерам, задать вопросы друг другу, очень активно пообщаться. И первое наше выступление, как раз как перейти от эффективности к стратегиям, я с удовольствием представляю Гаю Карпетяну микрофон. И с почином начали работу. Спасибо. Я как специалист в интернет-маркетинге, скажу, что интернет-маркетинг не существует. Есть маркетинг с каналом интернет. Есть классический маркетинг, от него никуда не деться, есть отдельный канал интернет. Добрый день, меня зовут Гай. Я сегодня вам расскажу очень личностную историю. Она моя, про меня. Я не собираюсь вас учить. Возможно, вы все это даже знаете сами лучше меня. Я впервые выступаю, на самом деле, вне диджитал-среды. Я очень органично и плотно вплетен именно в цифровую экономику, цифровой маркетинг. Значит, у меня свой бизнес, агентство Тимака. Опыт у меня предпринимательский с 2009 года. Я преподаю в бизнес-школах, точнее, преподавал до этого лета. И у меня есть своя телепередача на канале Mediametrics. Тоже уже закрыто. В конце вы увидите, почему. Это вот наши услуги. Сейчас не рекламный момент. Я не рекламирую свои услуги. Посмотрите объем услуг классических, классического агентства, который был у нас до начала этой истории. Той историей, о которой я вам сегодня расскажу. Обычное агентство с широким спектром услуг, практически закрывающее весь спектр диджитал-услуг. Начну я эту историю с Алисой. Действительно, для меня эта трансформация началась после того, как я с ней познакомился. Это была зима 2016 года. То бишь, получается, 9 месяцев назад. Я впервые познакомился с человеком в 23 лет, во время общения которого я преподавал курсы по контекстной рекламе. Она мне задавала вопросы, почему для нее это не ее работа основная. Но вопросы были такими глубокими, я никогда их сам себе не задавал. Меня вкапывали, прижимали к стенке буквально за несколько часов. Мне стало дико интересно, что это за человек. Оказалось, что она в 23 года уже генеральный директор одной компании, назначенная, не ее собственно. А в другой компании, в холдинге, она исполняет роль директора по развитию в 23 года. Дальше она начала рассказать про себя, и я ее начал прижимать. Она очень плотно увлекается стратегиями, именно стратегическим подходом к бизнесу. И, по сути, благодаря ей я пересмотрел свои отношения, и я понял, что я что-то не понимаю в стратегиях. Я что-то не понимаю, что такое стратегия. Явно. Вот эта девушка 23 лет мне это втолковала. Она ждала от меня ответов, от предпринимателя с опытом, от преподавателя бизнес-школы, от лектора. А у меня не было ответов. Я не знал, что такое стратегия. И я узнал, что такое стратегия только, по сути, вот в этом году. Несмотря на весь свой опыт. И сейчас я вам постараюсь рассказать, что такое стратегия. Название моего доклада, кто не запомнил? Антиэффективность. В чем проблема? Проблема в том, что мы все гонимся за эффективностью. Давай, давай, больше, больше рядов, больше трафика, дешевле, еще, еще, еще. Это все не та история. Это не стратегия. Поехали. С чего для меня начался вход в понимание стратегии? Я вот предыдущие полгода эту историю очень глубоко изучал. Я поднял всю литературу, перекопал ее, перечитал. Очень многое поменял в своем бизнесе, сейчас расскажу. Несмотря на то, что у меня до этого тоже есть экономическое образование. Я, во-первых, сам преподаватель бизнес-школы, во-вторых, я окончил медицинский институт, и еще я обучался в прежке. История про то, что я все это раньше читал, слушал. Но одно дело знать, другое дело осознавать, третье дело использовать. Для меня история началась вот с этой статьи. Знаете, что человек на фотографии? Это Майкл Портер, отец-основатель стратегического подхода к конкуренции. Профессор Городской школы бизнеса. У него есть замечательная статья. Она так и называется. Что такое стратегия? И вот после этой истории с Алисой, это первая статья, которая попалась мне в руки. И вы знаете, у вас бывали в жизни ситуации, когда вот раз и пазл сошелся. Вот щелчок, и все стало на свои места. Вот у меня точно такие ощущения были после того, как я прочел эту статью. Я, кстати, не спросил, сколько времени. Полчаса точно. Спасибо. Значит, у меня все стало на места. Вот щелчок, и я получил ответы на все свои вопросы. Я понял, откуда идут мои проблемы. Я понял, откуда идут проблемы у тех клиентов, с которыми я работаю. Почему с одними клиентами получается, с другими не получается. Я вам настойчиво рекомендую поднять эту статью. Она есть в свободном доступе в интернете. Так называется. Майкл Портер. Что такое стратегия? И перечитать ее. Возможно, у вас повторится та же самая история. У меня произошел просто какой-то момент. И прямо с первых же строк, о чем нам говорит Майкл Портер. Он нам говорит, основная проблема в том, что мы все путаем операционную эффективность со стратегией. А операционная эффективность не является стратегией. Вот это надо осознать. Это ключевой момент. Это основа основ. И что почему-то люди забыли о позиционировании. Забывая о позиционировании, они не забывают о маркетинговом анализе глубоком, о брендинге настоящем. Давайте вернемся чуть выше, что такое операционная эффективность. Я вам попытаюсь ответить, показать разницу на том примере, который приводит Майкл Портер. Давайте вернемся в 90-е. Помните, кто лидировал из технологических компаний на рынке? Японские корпорации. Sony, Panasonic, Toshiba, Sharp. Люди родом из 90-х помнят эти названия? Бренды помним эти? Где они сейчас? Где они сейчас? Американский рынок очень сильно трепетал, когда к ним пришли японцы. Почему? Потому что японцы начали делать быстрее, дешевле и более качественно. Они очень плотно начали работать с эффективностью. Японцы работали все эффективнее и эффективнее. Выдавали быстрее и более качественные продукты и более дешевле. Это пугало. Но проблема в чем эффективности? В чем проблема в погоне за эффективностью? Знаете в чем? У эффективности есть предел, выше которого вы не прыгните. Как в спорте. Когда какой-то быстрый определенный уровень, надо брать достаточно просто. А вот дальше каждый сантиметр, каждый килограмм на штанге, каждый метр в прыжке, каждой секунду все сложнее и сложнее дается. То же самое и эффективности. Я уже начал про это рассказывать, что стратегия не является операционной эффективностью. Вот этот график приводит нам Майкл Портер. И на этом графике нам становится понятно, что в какой-то момент каждый шаг в эффективность нам обходит все дороже. Но уже выжато, уже более эффективно невозможно. И оказывается в какой-то момент, что всю эту эффективность висит… Просто в какой-то момент остальные компании у японцев скопировали. А у японцев больше не было нечего предоставить. У них нет стратегического подхода. Они не умеют создавать ценности. Мы тоже не умеем. Мы сейчас говорим о Майкле Портере и его статье. То есть он почему… Нам надо понять для начала, в чем разница между операционной эффективностью и стратегией. Им нечего предложить больше, кроме все быстрее, выше, дешевле. Кроме этой истории им предложить нечего. И вот это основная вещь, когда я ее осознал, у меня стало все по полочкам. То бишь, что операционная эффективность. Чего хотят мои клиенты от моего агентства? Больше лидов, больше продаж. Отсюда начинаются проблемы. Вы плохо работаете. Вы плохое агентство. Мы поменяем на другое агентство. Берут другое агентство. Через месяц меняют на другое агентство. Потом берут третье агентство. Опять меняют на агентство. То бишь, как история складывается. Предприниматель что-то придумал, вбросил, подобрал подрядчиков и требует от них эффективности. А стратегии в чем? А стратегии нет. Зачастую то, что называют стратегией, стратегией не является как таковой. А вторая вещь, которая вот так вот сломала мне мозг. Хочется спросить, что надо делать. Что будем делать? А Майкл Портер говорит, что это ответ неправильный. Вопрос, ребят. Надо задать себе вопрос, что мы не будем делать. То бишь, мы возвращаемся к позиционированию. Когда мы все для всех, мы никто. Все для всех, мы никто. Нам надо понимать, что мы не будем делать. Суть стратегии заключается в выборе того, что делать не следует, напоминает Портер. И все наши проблемы в бизнесе, неудачи, как говорит Портер, происходят из-за того, что мы не осознаем, что это такое. Это вот стратегический треугольник. Я просто для себя в свое время начал представлять, как я это визуализировать буду своим студентам. Я придумал такой стратегический треугольник. Наверху у треугольника стратегическая часть, посередине проектная, а внизу операционка. В рамках нашего дистанционного маркетинга весь маркетинг, проектная часть – это сайт и трафик. Обычно как история происходит? Предприниматель что-то придумал. Он стратег якобы, у него есть идея. Например, он придумал покупать в Китае и перепродавать здесь. Гениальная стратегия. Сам такой же, повторяю. У меня первый бизнес – интернет-магазин. Дальше он где-то заказывает сайт, заказывает трафик и нанимает каких-то людей на производственную деятельность. Если у вас не диджитал маркетинг, если у вас производство, ничего не меняется. У вас есть проектная часть, заводы, станки, помещения, что угодно. История про любой бизнес. Проблема в чем? Он нанимает какое-нибудь агентство. Здесь я называю трафик. Вы можете ее переводить на оффлайн маркетинг. Это обычная реклама. И говорит, что ребята, вы отвечаете за продажи. Если продаж нет, кто виноват? Какая часть треугольника? Вот эта. Начинает менять подрядчиков здесь. Ой, на трафике. Начинает менять подрядчиков трафика. В чем маразм? Извините, пожалуйста. В том, что зона ответственности у ребят, работающих с трафиком, вот. А продажи… То есть зона ответственности вот, а зона деятельности целиком, продажи целиком, это весь треугольник. То есть от того, что есть бизнес, эффективный бизнес или нет, это весь треугольник. А зона ответственности крайне маленькая, только трафик. Ты спрашиваешь, можно мы на сайте что-то поменяем, чтобы как-то улучшилась конверсия? Говорят, нет, ребят, там сайт нормальные пацаны делали, вы не лезьте туда. А можно мы с телефонией поработаем, у вас что-то, мне кажется, там тоже все хорошо, свои люди сидят. А можно мы поменяем немножко то, как вы позиционируете себя, поменяем ваши страты? Слушайте, мы все продумали. Ваше дело приносить продажи. То бишь, тебя заковывают в маленькую часть, и ты ответственен за эффективность. И вы, как маркетологи, тоже сидите вот в этой части, правильно? Здесь же маркетологи сидят. Вы сидите в этой части. Порой да. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к представителям МСБ, малого и среднего бизнеса. Я сам выпускник корпорации Johnson & Johnson, работал в ней много лет, все прекрасно. Понимаю, как работают большие компании, тем более западные представительства. Я сейчас говорю в первую очередь про людей из малого и среднего бизнеса. Это моя целевая аудитория. Поехали дальше. Попробуем посмотреть, что делать. Мы залезли сейчас с вами в верхнюю часть треугольника, как раз стратегическую. Там много чего есть. Но давайте сейчас возьмем базовую модель портера. Базовые конкурентные стратегии. Их всего три. Лидерство по издержкам, лидерство по продукту и фокусирование. Лидерство по издержкам все понятно. Мы должны производить дешевле, дешевле, дешевле. Только вот здесь щелчок для наших маркетологов. Производить дешевле, это не значит продавать дешевле. Потому что скидка является единственным инструментом, любимым. Любимый единственный инструмент отечественного интернета маркетолога. Скидка. Давайте дадим скидку. Давайте завалим рынок дешевыми ценами, всех убьем, потом мы единственные выживем, все будет хорошо. Только умирает и рынок, умирает и тот, кто пытается всех убить, и ничего не остается. Еще раз. Лидерство по издержкам не обозначает низкая цена. Лидерство продукту. Типовой пример. Как вы думаете, какова себестоимость айфона? Предположение. Меньше 20 долларов. Производство. Фокс-коном выходит по себестоимости, он им меньше 20 долларов выходит. Даже любой ноутбук выходит меньше, дешевле. Не-не-не, я про железка. Я сейчас про железо, чисто про железо. Ты хочешь сказать, дороже железо выходит? Хорошо, возьми 100 долларов, 200 долларов. Погоди. Кирилл, ты слишком умный. Не влезай, дружище. Детали не важны здесь. Пускай он стоит 300 долларов, а его продают по 700. Здесь вопрос не в этом. Не вопрос, как считать себестоимость. При этом, как вы думаете, какой самый прибыльный, самый маржинальный продукт у компании Apple? На чем заработает они со основной бабки? Нет. А? Нет. И, Кирилл, на чем заработает компания Apple основной бабки? Почти правильно. Чуть-чуть еще сторонний продукт. На музыке, на iTunes. iTunes. Себестоимость хранения песни минимальная. Железо ничего не стоит, на котором все это хранится. А продажи, на самом деле, с огромной маржой. Там такая маржинальность, которой у них даже и на железе нет. Понимаете? То бишь, они даже не на айфоне бабки зарабатывают. Это такая большая, красивая история про создание ценности. Ой, я что-то улетел, да, уже? Лидерство по продукту. У нас беда в России с этим тоже. Мы не умеем создавать ценностные предложения. Мы умеем копировать, но мы не умеем создавать ценностные предложения. Если у вас есть какие-то примеры, которые вы можете привести, скажите сейчас, пожалуйста, есть у нас лидеры по продукту какие-то, которые выходят и прям вот тяжело. Хорошо. Аэрофлот нет. Сплата. Давай уберем его все. Вот эта вот смесь. Ну, ты понял меня. Там административный ресурс мощнейший. Хорошо. И фокусирование. Фокусирование – это история про то, когда вы очень четко позиционируетесь, делаете не то же самое, что и другие, а берете только что-то определенное из этой части. Это история про меня. И сейчас я вам расскажу, как мы пошли в фокусирование, что из этого получилось. Когда я понял, что в принципе в моем бизнесе эта история не про меня, эта история не про меня, единственное, что я могу взять, это фокусирование. Я создал такую матрицу. Значит, там слева больше 50 направлений наших сфер экономики в нашей стране. Сверху я создал список наших услуг. Их тоже сильно больше. Здесь не все. Смысл в чем? Я начал искать пересечение того, где у нас наилучшие компетенции, у нас наиболее лучшие клиенты, наиболее дешевая у нас себестоимость получается. Ну, в общем, там, где нам приятно, хорошо, удобно, классно получается работать. Потому что так мы работали со всеми, предлагали все. Это оказалось, вот этот вид всего лишь два квадратика, обнесенные вот этим жирным, это оказалось юристой. И именно контекстная реклама и все оптимизация для юристов. И мы решили на этом сосредоточиться. Я решил. Вот вся остальная матрица была по сути отброшена. Сказано нет. Опять-таки расскажу, к чему это привело. Третий инсайт, озарение мое. То, что стратегия – это то, что постепенно повышает ценностность вашего предложения и снижает расходы. Возьмем историю с юристами. Скажите, пожалуйста, если мы занимаемся только юристами, у нас большой опыт, у нас кейсы, у нас история, нам есть что предложить. Мы можем поднять цену выше? Можем. Смело можем поднять цену выше. При этом сейчас для меня расходы сильно упали, потому что вхождение любого нового юриста на контекстную рекламу или на SEO, о чем? У меня семантические ядра собраны. Все готово. Не надо заново парсить, собирать семантические ядра. У меня собраны базы минус-слов. Мне не надо заново все это собирать. Я знаю работающие триггеры, знаю работающие ключевые слова, я знаю, на чем работают, на что ведутся люди на лендингах, то бишь на сайтах, как именно надо их перестроить. Мы входим с такой низкой себестоимостью сейчас нового клиента, которого у нас никогда до этого не было. Понимаете? Новый клиент для меня обходится в 10 раз. Не то, что в 10, даже больше, наверное, меньше силы денег мы вкладываем в это, потому что все готово. Все готово. Сейчас не вопрос цифр, вопрос в том, что мне не надо все это заново собирать. У меня нет новых клиентов практически. Не появляется, я так не считал. Но вопрос, я сейчас расскажу в конце почему. Просто вопрос в чем? Смотрите, до этого мы бегали из операционной эффективности. Нам нужно было больше клиентов, нам нужно было как-то оптимизировать работу персонала. Нам нужно было что-то делать. Нам дорого очень обходились программисты. Это вообще самая дорогая болезненная часть. У меня сейчас нет программистов. Я гнался за операционной эффективностью. Мне нужно было больше денег, которые доставались бы мне все дешевле и дешевле. Больше клиентов, больше эффективности. Мы вкладывали в пиар, мы вкладывали в какую-то рекламу свою. Я гнался за операционной эффективностью. Постепенно мы сейчас переходим к тому, что мы вообще не ищем клиентов. У нас очень низко. Нам это все очень дешево обходится. История продолжается. К сожалению, Егорушкин не пришел. Я хотел, он должен был здесь сидеть, это было бы смешно для него, по крайней мере. Я хотел сказать о том, что стратегии, это в том числе позиционирование. Объясню. Вот есть некие опинион-лидеры, лидеры мнения. Допустим, Кирилл. Вот Кириллу приходят, в данный случай Сережа Егорушкина или Кирилл. Здесь мог бы быть Кирилл с разными людьми, сфотографированными. Правда, на тебя ты мотиватор я бы не создал. Он очень обижается, когда его Егором забыл. Ну, в смысле, ошибаются, Егором называют. Вот Кирилл. Кириллу приходят и спрашивают, Кирилл, посоветуй, пожалуйста, нам нужно агентство. Кирилл достает из головы 2, 3, 110, не знаю, сотню агентств и начинает среди них перебирать тех, которых он более-менее приличного мнения и на каких-то своих непонятных историях, рекомендовать тех или этих. Если Кирилл знает, что я занимаюсь юристами, и к нему приходят юристы и просят дать ему агентство юридическое, подсказать, к кому обратиться, у Кирилла нет задачи в голове сотни агентств выбрать более-менее подходящего. Он знает, что юристы – это вот сюда, в Тимаку. Понимаете? Этих лидеров менее много. И они вот так вот… Нам не нужны продажи, ребят, сейчас. Мы не занимаемся активной продажей. Более того, если сейчас зайдите на сайт Тимаки, сайт старый, тот, который был еще весной. Мне его даже переделать неохота. Настолько это не нужно, это ничего не даст. Мне Сережа Егорушкин подкинет клиентов, мне Кирилл подкинет. Зная о том, что я занимаюсь только юристами. Понимаете? Начинается позиционирование. Это не вопрос операционной эффективности, не погоня за эффективностью. Это стратегия. Это уход в сторону, уход от борьбы. Дальше. Я сейчас с содроганием большим смотрю такие огромные таблички, которые обзывают стратегией. Знаете, огромные. Это маленький пример. Но табличка вот эта вывернутая. Мы потратим столько денег, получим здесь столько-то лидов, отсюда мы получим столько продаж, отсюда мы получим столько продаж. И вот она наша стратегия. Ребят, это не стратегия. Что это? Это тактика. Это тактический план. Но это никак не стратегия. Это никак не помогает вашему бизнесу. В том плане, что вы не уходите ни от чего. Вы наоборот вгрызаетесь туда, куда надо вгрызаться. Стратегия – это не как. Стратегия – это почему. Вот такие таблички – это как. Вот они, огромные таблички. Это опять Сережа Егорышкин, который должен был быть здесь. Это наши студенты. Вот такие полотна пишут, обзывают это стратегическим планом по маркетингу. А потом надеются, что это реализуется. Потом сидишь с содроганием. У кого-нибудь хоть раз, хоть одна табличка реализовалась в конечном итоге, когда вы на год вперед планируете. Ну это никак не стратегия. Я лично предпочитаю обзывать это планом. Еще раз, стратегия – это не как. Вот здесь нарисовали, как они якобы добьются этого. Стратегия – это почему, это куда. Ну не как. Дальше, то, что я для себя опять-таки узнал, что стратегия, миссия, ведение и прочие красивые слова… Можно вот эту штучечку убрать? Ладно, никого нету, мама убралась. Это красивые слова, но они нужны. Во-вторых, это не озарение сверху. Это все, оказывается, давно разработанные вещи, которые имеют методологию своей разработки. Вот можно сесть и по методологии разработать и миссию, и ведение, и стратегию компании. Это четкие инструменты. Их можно разработать. Я сел как-то вот так вот и разработал свою миссию. У меня появилась жизненная миссия. Она звучит достаточно просто. Моя личная миссия – это уменьшает энтропию. Когда у меня в голове появилась миссия, я пересмотрел свои отношения в жизни и к бизнесу. Она звучит просто, но для меня это большая вещь. Я там приехал в Швецию к брату. У меня брат проживает в Швеции, у него автосервис. Он такой, мол, ну что, давай, показывай, что ты можешь мне тут в моем автосервисе помочь. Я начал в своей миссии уменьшать энтропию. Что такое уменьшать энтропию? Надо все организовать, процессы расписать. То бишь все лишнее, чтобы не было лишних телодвижений. Ладно, поехали дальше. Вот почему я говорю, что стратегия – это победа над эффективностью. Называя презентацию антиэффективности, я не имел в виду, что я за низкую эффективность. Я имел в виду, что антиэффективность. Надо отойти в сторону и побеждать еще до вступления в схватку. Тимака сегодня. Клиенты только юристы. У нас только две услуги. Они нам платят по лидам. У нас нет абонентской платы. У нас нет процента от бюджета. Нам платят по лидам. Это некая грань между арбитражом трафика и классическими услугами имагентскими. Вот вопрос снятия оплаты классической модели – это вы, ребята, не писать какое-то благо. Нам больше не выносят мозг, что вот здесь что-то не то, здесь там не так, а здесь вы слишком много просите, а вы недостаточно эффективны, вы докажите еще, что вы приносите прибыль, нам не клики, не трафика, нам нужны продажи, ваш трафик не конвертирует. Вот это упало, ушло. Понимаете? Сотрудников было 17. Было в двух городах офисы в Ульяновске в Москве. Оставил только два. Сейчас два сотрудника у меня. Все. Только Москва. И прибыль за август у нас уже выше, чем прибыль за февраль, когда было два офиса, когда были сотрудники в 17. С двумя сотрудниками сейчас мы сделали больше, чем с 17 сотрудниками. И у нас старый сайт, мы не даем рекламу, мы ничего не делаем. У меня эта история… Знаете, что самое главное здесь? Вы не представляете, какой объем напряжения у меня ушел. Когда у тебя 17 сотрудников, когда у тебя три десятка клиентов, они постоянно тебя дергают, все из разных сфер, у всех что-то происходит, ты напряжен. У меня появился объем энергии, который я могу вкладывать или в сторонние проекты, или в развитие вот этой истории. Это, наверное, ключевая вещь. Если собственники бизнеса есть, скажите, пожалуйста. Есть собственники бизнеса? Нет собственников бизнеса? Есть. Прекрасно. Ну, я не знаю, как у вас, у меня достаточно большое напряжение было от погони за эффективностью. Что мы видим вокруг на нашем российском рынке? У нас есть страсть к фишкам, похоть к кейсам и презерение к теории. Все хотят кейсов. Покажите кейсы. Кейсы, 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 кейсы. Фишки, фишки. Давайте нам фишки. Почему-то теоретиков и воду никто не хочет слушать. Теоретиков не уважают. У нас к любым теоретическим вещам относятся к презрениям. Я сам такой же. Еще раз. Это история про меня. Я не обращал на это все внимания. Это все презрительное отношение. Это балаболчество. Давайте нам практики. Давайте покажите, что вы умеете делать. К чему это приводит на самом деле, в конечном итоге? Мы в России, к сожалению, не умеем создавать ценностные предложения. Мы умеем копировать. Кейсы – это копирование. Я хочу взять и скопировать пенчмарк. Кейсы. Толку с этих кейсов. Когда кейсы, извините меня, в западных бизнес-школах ложатся на хорошо проработанную теорию и теоретиков, а у нас просто возьми, покажи и якобы тогда мы тебя зауважаем. Аудитория знает этих людей? Вы наверняка знаете. Кто знает этих людей из зала? Хоть и одного человека на этой фотографии. Вы знаете, да, девушка? Никто не знает. Аудитория молодая достаточно. Хорошо. Фамилия Портер. Я вам сегодня про него рассказывал. Знакомая? До этого слышали. Котлер. Филипп Котлер. Джек Траут. Фамилия знакомая? Хорошо. Прекрасно. Назовите любого российского профессора-консультанта. Кто? Я не знаю такого. Илья? Профессор? Илью я знаю только потому, что я в диджитал-среде. Я к чему? У нас нет таких лидеров. У нас очень большое презрение к теоретикам, к профессуре. У нас нет этих людей практически, да? То бишь, мы их не знаем. Мы знаем и этих, и тех, хотя их все равно не читаем. А к нашим вообще очень презрительно относимся. Мы к нашей стране очень презрительно относимся к теоретикам. Это скрин с выступления Ольги Павловой. Она рассказывала, как быстро обучаться. Здесь, на этом скрине, на этом слайде она говорила, что перечитала кучу литературы. И вот книги, которые она рекомендует прочитать. И на что она обращает внимание? То, что практически все эти книги написаны или профессорой, или нобелевскими лауреатами. Но не практиками. Отнюдь. Есть, кстати, здесь Александр Долгин. Пока я не увидел этот слайд, я не знал, кто это такой. Наш профессор отечествен. А чему нас научат они? Этих людей знаете? Да. Да, да. Назовете? А чему они нас научат? Скажите, пожалуйста. Это люди психологически для денег. Кроме того, что к черту все, берись и делай. Чему они нас научат? Они молодцы, я их не ругаю. Они крутые. Но взять у них лично мне, честно сказать, нечего. Кроме того, что к черту все, берись и делай. И я такой, как все. Мы не там ищем. Здесь просто пару слайдов о том, что компания обращается в какие-то агентства. Даже нет. Здесь слайд про Сбербанк, в котором опять-таки идет дикая путаница того, что контекстная реклама и приложить стратегию продвижения. Простите, пожалуйста, а в чем стратегия продвижения? В том, что мы продвигаемся? Где здесь стратегия? Какая стратегия в контекстной рекламе вообще может быть? Я вот себе плохо понимаю сейчас, что это несовместимые понятия. Для меня человека из контекстной рекламы, я веду курсы по контекстной рекламе. Сейчас для меня это такой когнитивный диссонанс, стратегия в контекстной рекламе. Это вопрос операционной эффективности. Погоня в контекстной рекламе. При том, что я вам расскажу свою историю. Когда я в 2009 году открывал интернет-магазин, мы занимались детским трамбельем. У нас в контекстной рекламе было 7 конкурентов. Я залез в этот… Магазин уже давно закрыт. Я залез в этом году. Я залез в этом году. Посмотрел разгар сезона, сколько конкурентов в контекстной рекламе, сколько компаний рекламируется по фразе детское трамбелье. В 2009 году было 7. В 2016 году – 134. Ставки, конкуренция. А желания у предпринимателей все такие же. Сделайте контекстную рекламу эффективно. Все? Давай. Вполне возможно. Я заканчиваю. Это последние слайды. Прекрасная конференция 7 конкурентов. Извините, что я здесь ее рекламирую. Она будет через неделю. Но она для контекстников. Опять-таки, мини-кейсы, фишки, лайфхаки. Здесь стратегии нет. Не ищите в операционной эффективности стратегии. При этом я хотел показать, что есть ребята, которые умеют создавать… Это знаете, что такое, да? Яндекс.Вордстат. Подбор слов. Никто не знал про какой-то товар. Потом бах! Создали спрос. Заработали денег. Пошли. Таких графиков я много могу вам привести. Есть ребята, которые умеют работать. Чему я научился по итогам? Научился отличать тактику от стратегии. Побеждать в эффективности стратегии. Я сейчас очень люблю теорию. Люблю воду. Слушаю воду с удовольствием. Отдавать дань уважения к теоретикам. И отдельная моя боль, которой сейчас времени нет рассказывать. Надо понять, что лояльность и мотивация это совершенно разные вещи. Когда вам говорят о лояльности, в 99% случаев вам говорят о мотивации на самом деле. Лояльность это тоже совершенно разные вещи. Я бы об этом целый отдельно прочитал бы, но времени нет. Алисе так и не удалось наделить систему сбалансированных показателей и стратегию своей компании. К сожалению. Мы встречались, мы общались, не встречались через полгода. В чем проблема? Проблема в том, что у холдинга есть владельцы, которым нафиг вся эта вода не сдалась. К сожалению. С 11 сентября. Я для себя решил что-то сделать такое, чтобы помочь теоретикам. Я с 11 сентября запускаю передачу на канале Mediametrics. В гостях будут преподаватели бизнес-школ, преподаватели бизнес-вузов, экономических вузов. Если у вас есть люди, которых вы можете посоветовать в качестве гостей, если вы сам такими являетесь, то подойдите ко мне, пожалуйста, дайте контакты. Я с вами приглашу на передачу. Мы с вами пообщаемся. Я плохо знаю эту среду. Я плохо знаю этих людей. Мне очень хочется с ними со всеми познакомиться. Если вопрос диджитал-среды, я всех более-менее знаю. Все более-менее знают меня. В этой среде я почти никого не знаю. Но мне это интересно. Я решил закрыть ту передачу, открыть эту, пообщаться с этими людьми больше. Спасибо, Гай. Прям полчаса. Как прям пунктуально. Замечательно. У нас есть возможность задать Гаю вопросы. И у меня первый провокационный вопрос. Если мы говорим, что стратегия – это как, вернее, наоборот, не как, а зачем и куда, то почему стратегия продвижения не может быть, если она отвечает на вопрос, почему и куда. Продвижение почему – это не совсем уже будет продвижение. То есть задача понять, почему мы идем в эту сферу, и потом создать план продвижения. Смотрите, я вам объясню. Дорога, вот нам надо приехать куда-то. План маршрута – это не стратегия. Конечная точка. Конечная точка. Зачем мы туда идем? И какой срок мы туда попадем? С какими ресурсами должны туда прийти? Кто нас там встретит? Это стратегия. А план маршрута – не стратегия. Поэтому продвижение по этому маршруту для нас вообще не стратегия. Но тем не менее, когда говорят о стратегии продвижения, то нужно развести, как будем двигаться – это тактика, а вот куда мы будем двигаться, и почему мы туда должны прийти. И зачем вообще нам это движение туда, и будет являться стратегическим вопросом, на который нужно ответить? Какие есть вопросы? Добрый день. Меня зовут Татьяна Михалевская. Я руковожу рекламным агентством, которое занимается размещением видеорекламы. И вот про стратегии. К нам приходят клиенты, говорят, мы хотим как-то размещаться. Мы говорим, вот у нас есть большой ресурс, у нас 40 миллионов видеорекламы. Давайте мы, если у вас есть стратегии, канал видеорекламы, мы вам поможем. Не-не-не, у нас нет стратегии. Вы нам можете сделать стратегию? Я все время думаю, ну, не знаю, мою, наверное, много лет в диджитале, мы занимаемся видеорекламой. Ну, что отвечать этим клиентам про стратегию? Кому-то их отправить? Или сказать, ну, мы сейчас что-то подумаем. Какие у вас были, может быть, какие-то примеры? Любая стратегия на самом деле начинается с миссии собственника. Если там есть собственник, если там не менеджмент, если мы можем добраться до собственника, любая стратегия начинается с миссии собственника. То бишь, пока у собственника нет понимания своей миссии, ничего хорошего не получится. В чем успех бизнесов, в которых нет стратегии? Я вам объясню. Они попадают на низконкурентные рынки. И пока у них есть предел некий достижения операционной эффективности, они там достаточно успешны. Как только они дошли до этого предела, они начинают там, соответственно, искать, разработайте нам стратегию. Не, но видеореклама все-таки такой продукт, который занимается большими охватами. Это большие бренды, начиная от магазинов, одежда, там, села, что-то еще. Я понимаю, но вы стратегию не разработаете. У них, может быть, она и есть, может быть, сотрудники. Это какие-то консультанты, бизнес-тренеры. Я не знаю, кто разрабатывает стратегию. Так все-таки, что отвечать клиенту? Мы вам не разработаем отвечать. Это является вашей услугой. В вашу стратегию входит разработка стратегии для клиентов. Вот и все. Я поэтому говорю, с миссии начинается. Если вашей миссией компания не является, если вы не собираетесь разработать стратегию, не занимайтесь этим. Иначе вы станете всем для всех. Спасибо. Как правило, в малом и в микробизнесе, я не представилась, Бачкова Елена, руководитель отдела интернет-маркетинга группы компаний «Симбирский дом». А вот можно почувствовать группу компаний? «Симбирский дом». А, хорошо. И, как правило, говорю, в малом микробизнесе, который работает уже на протяжении 5-6 лет, я вот сталкиваюсь с тем, что у них нет ни миссии, ни стратегии понимания. К сожалению, да. Да, и, к сожалению, так приходится, что… И презрение к этим словам есть. У меня так же было. То есть ты там занимаешься буквально 2-3 месяца, и уже потом начинает вырисовываться стратегия, ну, потому что уже понимаешь их клиентов. Хорошо. Вопрос в чем? Нет, я вот… Вопрос к тому, что… К сожалению, да. Надо вливаться в эту компанию, соответственно, нужно… Надо работать с клиентами. То есть там всегда собственник, надо ему с головы… И далее уже работать с собственником. Да. Вот объяснить. Потому что, ну, я не знаю, очень много компаний, которые не имеют вообще никакой стратегии. Вот я хочу вот это. У них есть идеи и конечный результат, что они хотят… Это вот треугольник верхний пустой, помните? Соответственно, они там что-то… Щелк, хочу, и все. А еще вопросы? Тут вот вопросы, сзади вопросы, если можно. Сейчас вот здесь вперед было, да. Это было вперед, потом я… Тебе, Кирилл, понравился? Добрый день. Спасибо за очень интересный доклад, поскольку я тоже с одной стороны большой сторонник Майкла Портера. Но у меня вот такой вопрос. Юридическая фирма Клифф. Скажите, если вы фокусируетесь на юристов, почему юристы-маркетологи вас не знают? А мне не надо. Я вам объясню. Я не собираюсь весь рынок завоевывать. У меня нет такой задачи, на самом деле. То есть нет задачи взять самых вкусных клиентов в юридического рынка. У меня нет задачи всех клиентов. Во-первых, я не рекламируюсь. Не всех вообще, самых лучших. Эта история началась в декабре прошлого года. Я уволил всех сотрудников. В середине мая только были уволены все сотрудники. Переведено все в Москву. Эта история только зарождается. Но я вам поэтому говорю, что мы сейчас в августе только сделали денег больше, чем в феврале прошлого года. История только зарождается. История такова, что я даже не ищу клиентов. Мне пока весь мой персонал загружен тем, кто есть. Я не спрашиваю, что вы не ищете клиентов. Я спрашиваю, почему не знает ваш маркетинговый юридический рынок. Понимаете? То есть вас знают лидеры мнений, но не знает сам рынок. Вот это вот непонятно. Во-первых, эта история еще раз три месяца. Я не выходил, не рекламировался. И мне, по сути, это не надо. Это же не задача. У меня не стоит задача, что меня знал рынок. У меня стоит задача зарабатывать денег меньшим усилием. Я эту задачу выполнил. Ну тогда мне сложно сказать, что вы говорите о фокусировке на этом рынке, но рынок вас не знает. Это немножко сложно. Я думаю, вопрос хороший, что, если я позволю, как я услышала, на самом деле есть разные аспекты завоевания рынков. Есть разные цели у тех же собственников. И не обязательно есть желание стать глобальным, как я услышала это раз из этого ответа. А второй вопрос, как я хотела сказать, еще не успели сделать известными. Может быть, еще сегмент, о котором говорите вы, не стал фокусом здесь. Но это же вопрос, может быть, следующего шага. Еще трех месяцев нету перестроения компании. Зато есть все впереди. Как раз сейчас в личных контактах, как юристы, да, у вас есть возможность наладить взаимоотношения и сфокусироваться. Могу, да? Приветствую. Меня зовут Антон Сердешнов. Я маркетолог компании «Единый центр правовой защиты». Вы рассказали про свой последний инсайт. Именно отличие лояльности от мотивации. Могли бы вы, пожалуйста, сказать, что такое лояльность, что такое мотивация и, собственно, их отличие? То есть, грубо говоря, более подробнее раскрыть данный вопрос. Это отдельная песня. Ну, вопрос в том, что как только вам предлагают скидку, бесплатную доставку, подарок, что-то еще, это не лояльность. Все программы лояльности, построенные на скидках каких-то, на скрытые скидки или закрытые скидки, это история про мотивацию. Как только вам дадут большую скидку, кто-то другой даст, клиент уйдет туда. Поэтому у меня вот взрывается мозг, когда я прихожу сейчас в перекресток. У меня история такая. Я перед дома стоит магнит, перекресток, пятерочка, пятерочка. Прямо вот рядом. Прямо вот в шаге доступность друг от друга. И я выбираю перекресток, потому что там приятно находиться, там хороший выбор товаров. Но они мне постоянно долбят голову. Скиды, чек, чек, скиды, чек, чек, скиды, чек. Ребят, я вас выбрал не потому, что вы дешевые, но вы мне постоянно намекаете, что я могу купить дешевле. Если я пойду, хочу дешевле, я зайду в этот магнит и куплю дешевле. Я здесь не потому, что не надо. Они мне дали карточку лояльности, на которую я получаю скидку. После этого они мне начали говорить, что кроме карточки лояльности я еще могу брать слип-чеки, а еще копить наклеечки какие-то. А еще я могу… Где лояльность? Если это вопрос цены, я уйду туда. Не на том они стоят историю лояльности. Это не лояльность. И здесь вот как раз возникает вопрос, зачем продумывают ту или иную программу лояльности, что хотят. Опять возникает вопрос стратегии. Не тактики, а стратегии этой программы. Дурью умаются эти маркетологи. Надо понимать, что такое лояльность, что такое стратегия, что это разные вещи. Лояльность про любовь. Понимаете? Покупать Mercedes или Lexus, потому что дали скидку, смешно, пацаны засмеют. Mercedes или Lexus покупают не потому, что скидка есть какая-то. Совсем по другой причине. Да? Попробуй. Я не спорю. Я не спорю. Вопрос, что несет ваш бизнес вашему клиенту. Я вообще выбрасываю слова мотивация и лояльность. Я оставлю одно слово. Стимул. На что вы стимулируете своего клиента? Вопрос вот в этом. Хорошо. У нас это другая тема разговора. Я думаю, что просто времени… Очень хорошо. Спасибо, Гай, потому что аудитория проснулась. Но у нас есть второй доклад. И я призываю все незаданные вопросы в перерыве кофе-брейка обсудить обязательно. И у нас второй доклад. Кирилл Готовцев о стратегии. Извините, прерыву на 5 секунд. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого в раздаточных материалах есть журнал «Национальный банковский журнал». Спасибо. Кирилл, полчаса есть точно. Так. Гай, я даже не знаю, что с этим делать. Ты мне оставил такое бешеное количество подводок, что я даже не знаю, за что хвататься такое. Ой, господи. Не, правда. Ладно, давайте так. Я подхвачу подводку про личную историю. Да, я вот тоже перелопатил в очередной раз себя сравнительно недавно. Правда, подольше, чем Гай, 2 года назад. Но перелопатил тоже изрядно. Просто вот, чтобы вы понимали. Я один из тех людей, с которых началась интернет-реклама в нашей стране. Во-всех, что так считает Википедия. Википедия считает, что интернет-реклама в нашей стране началась с меня, Сибранд и Делицына. Где-то примерно в 95-96-х годах. Похоже, это правда. Во всяком случае, я точно знаю, что первые, самая первая история, которую можно назвать, например, СММом, я читал в 98-м году на интерните в Новосибирске лекцию по поводу использования третьих интересов бизнесменов. Ну, там идея была простая, что если вы хотите войти в банковский сектор, то совершенно бессмысленно делать какое-нибудь электронное СМИ про банки, особенно если вы не из банков. Нужно делать, например, про гольф, ну и заползать через. Соцсетей тогда не было, но были чаты и форумы. Ну вот, 98-й. Вроде как история отечественная не знает до этого других выступлений. Что-нибудь про это. Ну да бог с ним. Сейчас я как-нибудь совсем привяжусь к Гаю. Смотрите. Стратегия. Стратегия – это такая штука, которая, как Гай совершенно правильно сказал, чудовищно загажена разговорами о ней в местах, которые совершенно для этого не предназначены. Да, стратегия продвижения – это, как правило, разговоры про тактику, а еще чаще про второстепенные нюансы. И все это называется стратегия в основном потому, что людям надо договориться на берегу, о чем они будут отчитываться. Вот там история с отчетностью, вообще такая смешная история. Мы почему-то про нее все время забываем. Да, у нас, например, мало кто понимает, что ТЗ на какой-нибудь сайт пишется не для того, чтобы этот сайт сделать, а чтобы его потом сдать. Ну, то есть нормальные люди принимают сайт, идя по ТЗ смотреть, сделали, не сделали, 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 не сделали. Идите, доделывайте. Да, потому что… А имеет ли отношение к вам? Вот Гай практически все рассказал, да, имеет. И каждый раз, когда вы говорите, что стратегия – это что-то сложное, что-то странное, что-то такое, чем вам некогда заниматься, потому что есть оперативка, в этом самом месте вы начинаете проигрывать. Подхвачу подводку номер два. Вам надо напечатать, ну, я, собственно, дам и напечатать пачку моих визиток, и когда будут приходить к люди, к вам со стратегиями, то говорить, вот там вот есть, потому что стратегия – это как раз наоборот то, на чем я сфокусировался. Еще 4 года назад у меня было довольно большое, довольно знаменитое агентство, если вы когда-нибудь слышали про агентство «Маньяка», то здравствуйте. Давайте познакомимся. Мы были, мы держали вполне нормально полный цикл. Меняется всегда жутко бесило, потому что в итоге, понятное дело, что как любой руководитель, я занимался в основном текучкой, одалживанием денег, чтобы подкинуть все профуковшим сотрудникам, все-таки, тем не менее, деньги, которые они по факту не очень заработали, и поверьте мне, это я сейчас очень вежлив, потому что в зале очень много дам. Смотрите. В какой-то момент со мной случилось волшебное, я как и Гайя понял, что я занимаюсь не тем, я тоже всех уволил. Алиса поддержала меня как раз в реформе, и она с нами провела некоторое время, но в итоге не нашла своей ниши и ушла. Мы оставили только партнеров, мы исключили из процесса сотрудников, и мы стали заниматься только стратегиями, ну и подхватом менеджмента, условно говоря. То есть мы прямо в прямую стали говорить, ребят, мы ничего не делаем руками, все делается снаружи, хотите провести через нас деньги, да, ради бога, но непонятно, зачем платить эти налоги, давайте мы вам наймем всем, кого-нибудь. А в итоге я сейчас, ну да, периодически нанимаю каких-то людей, но как правило я человек, который приходит в компанию для того, чтобы помочь купить или сделать стратегию, да, а совершенно не сделать что-то руками. Я вообще стараюсь не трогать клиентские деньги руками, чтобы не был конфликт интересов. Когда мы начинаем думать про стратегии, мы вынуждены думать про всякие странные слова, смысл которых от нас часто ускользает. Я сейчас расскажу про одно такое слово, которое сегодня звучало у Гая, и я, может быть, мне удастся его немножко подвинуть. И это, кстати, третья подводка, которую мне оставил. Вот ты когда искал теоретиков, это ко мне. Я системный методолог по второму образованию, практически философ, я довольно много внутри себя занимаюсь как раз понятийной работой, теоретической, сложными схемами. Вам сегодня этого добра достанется. Надеюсь, вам не будет очень скучно. Я буду стараться во всяком случае. Вот смотрите, есть такое прекрасное слово «миссия», которое всех бесит. Вы знаете, как возникает миссия в компании? Я вам сейчас расскажу. Миссия в компании обычно возникает, когда надо сделать сайт. Потому что пацаны собираются, смотрят, и у пацанов других на сайте есть миссия. И они собираются и говорят, слушай, а зачем мы это все… Ну как, всех порвать? Он говорит, не, ну так неудобно писать. Он говорит, ну правда за… Он говорит, не, ну не поймут. Он говорит, ну хорошо, давай напишем, значит, так. А, наиболее эффективное решение проблем наших заказчиков с лучшим соотношением цена-качество. Он говорит, классно, давай еще про экологию что-нибудь скажем. Он говорит, да. Вот так рождаются стратегии. На самом деле, если мы говорим про коммуникационное поле, а коммуникационное поле в базе состоит из позиционирования УТП. Я потом, может быть, если останется время, расскажу, почему. Я говорю, смешная штука – миссия. Знаете, что такое миссия? Миссия – это позиционирование для партнеров. Если позиционирование УТП рассказывает, почему у вас надо купить, то миссия рассказывает, почему с вами нужно дружить. Что компания получит, если будет двигаться вместе с вами. Миссия, она вот для этого. А проект теоретически должны преподавать в первую неделю в любом вузе, который преподают в рекламу. Этого по факту не рассказывают нигде, никогда. Ровно так то же самое делают почему-то с позиционированием УТП. Хотя вроде как вот… Я много лет подряд на всех семинарах, на которых я был, я спрашивал, ребят, расскажите мне, что такое позиционирование. За 20 лет, которые я это делаю, мне ответил на этот вопрос правильно три человека. Один из них студентка в Санкт-Петербурге. Как системная методология, так и философия различают два глобальных подхода к вопросу. Это критический и онтологический. Вообще говоря, изначально это берется из философии. Философии бывают критические и онтологические. Если вам интересно, например, а Гегель это критическая философия или Кант, например, это критическая философия. Критическая философия рассказывает вам, как может быть устроен мир и как мы бы могли на него посмотреть, чтобы разобраться в нем получше. Большую мину замедленного действия в этом месте заложил товарищ Кант, который подробно объяснил всему миру, что окружающая вас действительность непознаваема. Ну и дальше начались фокусы, в котором примерно вся современная философия сидит в большом критике. Онтологический метод, он существенно более древний, и он рассказывает о том, как должен быть устроен мир. А вот погоняйте внутри себя вот эту разницу. Очень важно, чтобы вы ее ощутили. Критические методы смотрят на мир и изучают его. Антологические говорят, все, что мы можем узнать, это то, что мы сделали руками. Я вам сейчас покажу некоторый боевой пример. Это так называемый знаменитый парадокс зебры. Вы стоите на краю поля и смотрите на него, и видите сток сена, от которого отжирает кусочки засохшей травы зебра. Вопрос выглядит так. Знаете ли вы о том, что на поле находится зебра? Да, говорите вы, это зебра. На самом деле это осел. Он покрашен белой и черной краской, чтобы вы считали его зеброй. Поскольку он довольно далеко, вы не видите. Ложное ли ваше знание в этом месте о том, что на поле есть зебра? Вроде как да. Но на самом деле за стогом сена стоит зебра, которая тоже жрет из него сено. Вы ее просто не видите. Если у вас есть волшебный агрегат, который говорит вам да или нет, когда вы ему задаете вопросы, и вы у него спрашиваете, зебра есть на поле? Он говорит, есть. Аппарат сказал, что зебра есть, я зебру вижу, какие вопросы. Если у вас есть, стоит задача пристрелить зебру, а в этом печальном поле существует специальный закон, который за убийство ослов подвергнет вас тяжелой экзекуции, то реализация вашей задачи по убийству зебры в этом месте очень плохо закончится. Каким образом вы бы могли узнать о том, что на этом поле есть зебра? Да очень просто. Если вы тот самый человек, который на этом поле завозит туда сено и привозит всех живых существ, то вы доподлинно знаете, что там происходит. Потому что это поле – это то, что вы сделали руками. Вот разница между антологическим и критическим подходом ровно в этом. Там дальше начинается теория деятельности, системно-маследействие, методология, гордым представителем которой я являюсь. Если вам интересно там про бизнес в этом месте, то как раз SMD методологи сделали современный атом, минатом и собственно сейчас немножко подруливают администрацию президента. Кто знает, что такое кастдев? Поднимите руки. Да, кастдевалпинг. Так, один человек и он лектор. И так всегда бывает. Смотрите. Это такая современная, более-менее продвинутая методика, каким образом можно разбираться со своим бизнесом. Она говорит о том, что когда вы что-то придумали, это что-то надо обкатать на клиенте. Например, с ним поговорить в кои-то веки. Выяснить, нужно ли ему в этом месте что-нибудь. А лично я большой поклонник, например, такой специфической методики, которая называется краудфандинг. Дилетанты обычно считают, что краудфандинг – это способ найти деньги. А люди, которые чуть-чуть в материале, понимают, что это на самом деле способ исследования рынка. Причем способ исследования самый надежный. Ты проверяешь, те люди вообще дают деньги или нет. Вот если дают, отлично получилось. Если не дают, что-то пошло не так. Вот каждый из нас, кто пробовал когда-нибудь провести вечеринку, очень точно знает. Обзваниваешь всех друзей, говорит, ты придешь? Говорит, что ж ты спрашиваешь? Говорит, приду. Да. В субботу уже в 9 часов вечера звонишь, ты говоришь, ты где? Он говорит, а что? Ты говоришь, ну сегодня же, ты же обещал прийти. Он говорит, ой, давай на ту неделю. А единственный способ в этом месте взять предоплату. Так, понятно. Да? Вот. Слушай, допускай, он не приходит, он деньги принес. Я тебя умоляю. Мы… Как это? Согласно закону Российской Федерации, мы все с вами существуем для того, чтобы причинять себе прибыль. Прибыль. Правда? Вот серьезно, так вот в законе записано, что вот бизнес, деловая активность и так далее, это для денег. Если вы его делаете для удовольствия, вы нарушаете закон. Вот, к сожалению, вас за это нельзя расстрелять, но… Кастомер делопмент, да, это, соответственно, всякие глубокие интервью, проверки истории на вшивость. Вам эту историю, поскольку вы не знаете этого слова, то вы не знаете вокруг этого довольно большое количество обсуждений, которые идут во всяких бизнес-инкубаторах, фри и прочих всяких институтах разной степени государственности, которые говорят, ребята, значит, вот смотрите, что бы вы ни делали, вам нужно исследовать своего клиента. Да вроде очевидно, да? Ну, действительно. Чего же мы раньше-то этого не делали? Ну, и вроде как понятно, да, действительно, мы взяли гипотезу, мы ее проверили, если получилось, мы двигаемся дальше, если не получилось, ну, мы либо смотрим, может быть, мы как-то не так потестировали, ну, и двигаемся дальше, двигаемся дальше. Кто знает, что такое карго-культ? Кто знает слово карго-культ? Плохо. Ладно. Смотрите, карго-культ – это такая история про зебру на самом деле. А смысл в том, что, когда вы не умеете стрелять, но у вас есть задача стреления в этих самых зебр, периодически происходит вот такой волшебный фокус. Вы стреляете в это поле, но попадаете не во слава, в зебру. Ну, просто у вас кривые руки. Но этот волшебный автомат, который проверяет, все ли вы правильно делаете, говорит, о-о-о, зебра. И вот такие, yes. Термин «карго-культ» возникает во время Второй мировой войны, когда американские или французские, я, честно говоря, не помню, помню, американские все-таки самолеты перестают летать в Полинезию, ну, потому что война, да, и перестают прилетать, соответственно, к местным жителям, обменивая что-нибудь не очень ценное на что-нибудь очень ценное. Ну, причем обе стороны считают, что это в их пользу. Дети отдают какую-то фигню, им привозят бусы ценнейшие, или лопаты, вообще вещь. Значит, что происходит в этом месте с аборигенами? Аборигены начинают строить самолеты. О, из соломы. Ну, объемные модели. И жечь костры, ну, их научили, значит, жжешь костры, прилетает самолет, привозит абсолютно никому очень ценные вещи, забирает совершенно ненужные никому всякие штуки, которых вокруг валяется на полу просто море, ну, и так далее. Вот карго-культ, да, это вот культ, посвященный вот этому саму карго-перевозку. Очень долго зажигание этих костров работало, да, и поэтому они продолжают это делать. Значит, в современном информационном бизнесе и в digital, и в маркетинге огромное неземное количество карго-культов. Вот просто на каждом углу. А почти каждая новая технология, которая становится популярной, мгновенно становится карго-культом. Вот, например, там хороший пример CPA. Я не знаю, знаете ли про это или нет. Я сейчас быстренько пробегу CPA. Это такая реклама с оплатой за некоторый результат. Сколько за клиента все-таки платить сложновато, то за действие. Вот заполнил анкету, получил бабло. Еще что-то. Если вы себе представляете воронку продаж, то продажи начинаются очень высоко. С первого касания вашего продукта, клиента, с того, как он об этом узнает, как он начинает вникать в отрасль, в то, как у него возникают его потребности, потом желания, потом мечты, ну и так далее. Очень далеко. И вот, наконец, он с формированным желанием приходит в интернетик это купить. И вот тут на него накидывается толпа людей, которые, значит, про себе и говорят, «Ты у меня купи, Гай, не-не-не, у меня купи». Поскольку, как рассказывал Гай, они абсолютно никаким образом не участвовали ни в какой истории в связи с ценностью. Единственное, на чем они могут играть, это цена. В лучшем случае в логистику. Мы тебе привезем бесплатно. Или мы привезем быстрее. Или мы в твоем городе. Или ты можешь спуститься вниз в подъезд и прямо сейчас забрать. Да. В Штатах есть, например, вот такие бизнесы, которые держат распределенно по городу прямо микросклады. Можно доставить какие-то вещи, которые обычно ты ждешь к вечеру, а можно доставить за 15 минут. Не очень летит модель, но есть. Да. Блин, очень плохо. Да. Видите, вот не дают мне теорию вам рассказывать. Смотрите, я вам быстренько расскажу. Это все на самом деле про стратегию. Вы что думаете-то? Я вам рассказываю про то, откуда берется стратегия. Потому что вот это самое, что вы должны придумать, как будет устроен ваш бизнес, он в частности исходит из того, вы будете рвать рынок или вы будете двигаться по нему медленно. Я сейчас быстро расскажу. Ну, вы должны знать, что Шерлок Холмс никогда не занимался дедуктивным методом. Метод, ну, с точки зрения методологии, метод Шерлока Холмса называется индуктивный метод, потому что он исходит из заметных данных и по индукции он делает вывод. А дедуктивный метод – это ровно обратная история, когда вы делаете гипотезу и ее проверяете. Это то, что Шерлок Холмс не делает никогда. Понятно, что у вас есть риски со всеми этим погодой, я про это вам ничего рассказать не успеваю. А и ладно. Я вам быстро буду рассказывать про другое. Вы же слышали наверняка про инвестиции и про то, как это все живет, и про то, как инвестиционная деятельность. Смотрите, очень быстро. Инвестирование бывает 2, ну, так 2,5. Есть предпринимательское инвестирование. Это когда вы вкладываете деньги в бизнес и с него живете, двигаетесь дальше, он развивается. И все, что мы до сих пор разговаривали, вот про эту проверку, гипотез и так далее, это все такое медленное движение вперед. А еще есть венчурное инвестирование. Венчурное инвестирование – это когда вы вкладываете, ну, например, 10 тысяч долларов и хотите получить с этого миллион. Иначе не имеет смысла. Потому что, ну, вы вкладываете там много раз по 10 тысяч, надо, чтобы хотя бы один стрельнул на миллион, остальные пусть дохнут, фиг с ними. Логика совершенно другая. И если в предпринимательском инвестировании мы можем использовать критические модели ведения бизнеса и построения стратегий, мы начнем делать, посмотрим, разберемся, улучшим еще, разберемся, сфокусируемся, двинемся дальше, наймем еще людей, понимаете меня, да? То в венчурном, в венчурной истории вы не можете себе этого никаким образом позволить, потому что пока вы будете разбираться, инвестор посмотрит и скажет, нет, что-то много времени прошло, вы уже должны были вырасти до миллиона, а вы всего лишь исследуете третью гипотезу. Вы что? Я тут должен был рассказывать про стартапы, но уже не успею. Самое главное, про что вы должны в этом месте… А я сейчас вот доберусь до… Ну вот. Смотрите. Я подхвачу, чтобы скомпенсировать прям все, что я не рассказал, тем мгая, и скажу, смотрите, вы будете всегда фокусироваться. И фокусироваться, фокусируясь, вы всегда будете идти от основ своего бизнеса. А основы вашего бизнеса, это как правильно говорит Гай, всегда либо собственник, либо управляющий, нанятый директор. Бывают бизнесы, в которых владелец находит энтузиаста, нанимает его руководить процессом, воспитывает его так, чтобы он адекватно его представлял. В общем, по факту такие истории бывают. Их мало, они редкие, но есть. Обычно довольно быстро такой нанятый человек становится партнером, но это бог с ним. Теперь смотрите. Из этого вылезает одна довольно занятная вещь, про которую вы сегодня тоже говорили, но довольно вскользь. Без подводки сложно рассказывать, но по-другому не успеешь, извините. Маркетинговые отделы сдохли. Вот все, кто здесь сидит и работает, руководит, не дай бог, отделами маркетингов, вы должны понимать, что вы сидите в мертвой зоне вашей компании. Вы не можете генерить из себя, вы можете работать только руками. Вы исполнители, к сожалению, и эта роль будет делать, делаться все более и более исполнительной, и, к сожалению, с каждым разом. Собственники и владельцы бизнеса не могут и не имеют права с точки зрения бизнеса с вами разговаривать, потому что у вас разные горизонты восприятия, вы по-разному видите этот бизнес. Если они будут разговаривать с вами на одном языке, они подтянут вас наверх, и вы станете день непригодными, потому что вы будете думать про управление компании и всяким другим вещам, которым он уже занимается. И да, я прям… В этом месте человеку, который рулит компанией, нужен одноранговый собеседник, который будет с ними однозначно взговаривать, и он не может быть внутри компании. И именно в этом месте возникают… Ну, там, я. Да, как человек, который приходит, который, ну, там, видит бог, я там, не знаю, на тысяч черном орденах был. Могу себе позволить на «ты» разговаривать примерно с кем угодно. И мне все равно, уволит он всех людей или нет. У меня нет с ним конфликта интересов по удержанию компании в том состоянии, в котором он находится. И в разговоре со мной у него есть единственный способ вытащить из себя, там, взять мои компетенции, взять то, что я делаю, да, начать с ним разговаривать на ровно и вытащить из себя эту стратегию. Потому что на самом деле в большинства руководителей эта стратегия вот здесь вот есть. Они ее не могут сформулировать. И на самом деле самая главная проблема отрасли – это отсутствие коммуникации. вся проблема, в которой сидим мы, на самом деле состоит в том, что у нас в большинстве случаев нет сквозного языка, в котором могут разговаривать руководители, владельцы, участники маркетингового процесса и, наконец, покупатели. Да. Все, что нам нужно. И поэтому на самом деле у нас такая большая проблема с нами, зайчиками-теоретиками, потому что языки, на которых разговаривают теоретики, сложные, непонятные, а языки, которых разговаривают владельцы, они просто и понятны, но почему-то девочки стесняются. А маркетологи разговаривают про странные слова типа CPA, охват и чистота. Все. Смотрите. Если это щелкать на мессенджер в фейсбуке, то будет мой этот самый. Но со мной проще. Меня можно загуглить или кинуть в Яндексе, увидеть. Да, это работает вместо QR-кода на мессенджере. Да. Значит, Кирилл Готовцев легко гуглиться. Там будет Википедия и сразу все остальное. На самом деле, вот вы все здесь сидите, мои клиенты. Да. Маленькая реклама. Там внизу написан этот самый телеграммный каналчик. Называется Говно Мамонта. Все-таки говно это не мат, да? Всем подписываться. Вопросов в точном же времени уже нет. Совсем. Правильно. Значит, смотрите. Я здесь буду еще два часа минимум. Приходите, разговаривайте. Первые восемь человек у меня есть визитка. Потом не будет. Спасибо. Спасибо, Кирилл. А мы передаем слово Юлии Раковой из компании Е3СМОЗ, которая расскажет про то, как в стратегию маркетинга встроить онлайн email маркетинг. Какая интересная у меня тема сегодня. У меня была вообще-то немножко другая. Переключите. Давайте, знаете, что очень много про стратегию, и это прекрасно. У меня будет, я думаю, больше, знаете, на тактику. Бери и делай. Я понимаю, что Ричард Брэнсон мало чему нас может научить, особенно на этой секции. Но так как GetResponse мы компания, работающая в интернете, мы интернет-платформа, у нас в основе лежит email маркетинг, плюс еще, еще там лучшие инструменты для интернет-маркетинга. Мы находимся в такой среде, что нам нужно делать. Брать самые эффективные инструменты, брать моментально работающие инструменты, брать инструменты, которые уже опробованы и воплощать. И сегодня я буду рассказывать прямо на примере кейсов, как все это происходит. Платформа онлайн-маркетинга GetResponse, и вот поэтому говорим об онлайн-маркетинге, дам три самых эффективных инструмента. Причем для продаж, причем малобюджетных. Кликер дайте, пожалуйста. Вот посмотрите. Это, кстати, для встраивания в стратегию. То есть это критерии отбора инструментов, которые я использовала. Если будете использовать то же, а на самом деле набор инструментов без бюджета в digital, он огромный. Вот сегодня говорили о рекомендательном маркетинге. Тоже можно построить без бюджета. В частности, что еще можно? Лидеры мнений. То есть они и вроде как рекомендательные, и вроде как маркетинговые. Тоже можно построить без бюджета. Сама строила, когда работала комьюнити-директором компании Bookmade. И у них такие переходы. От 7 до 15% кликов у них на их только посты. Вот такое сумасшедшее доверие. И все это было бесплатно. Но это я просто привожу пример. Потому что я выбрала для вас с учетом тайминга всего 3 инструмента. На самом деле вот критерии, которые можете оценивать массу других. То же самое партизанский маркетинг, который основан на видеомаркетинге, сейчас особенно горит. Особенно горит в Facebook в частности. Итак, быстрое внедрение. Минимальный бюджет. Привлечение потенциальных клиентов. Это номер один. Я бы не сказала, что это чистый трафик. Нет, это именно потенциальные клиенты. Это лиды. То есть трафик это одно, что нам сваливается. Лиды это то, что уже более-менее готовы с нами работать люди. Второе. Снижение стоимости потенциального клиента. Третье. Повышение узнаваемости вашего бренда. Вот какие инструменты я выбрала. Ко-маркетинг. Кто знает, что такое ко-маркетинг? Руки поднимите. Отлично. Тогда вы знаете, что такое кросс-прома. Это часть ко-маркетинга, правильно? Для тех, кто не знает, объясняю. Кросс-прома – это обмен определенными, краткосрочными чаще всего активностями вместе с партнером, у которого очень похожа на вас целевая аудитория. Ко-брендинг, ко-маркетинг – это что? Это уже более расплывчатые активности с партнерами, у которых с вами пересекается целевая аудитория, но не настолько хорошо, как если бы при кросс-прома. И-мейл-маркетинг и автоматизация маркетинга. Автоматизация маркетинга – просто горячейший тренд. Горячейший он прямо придет. Это горящее, как контент-маркетинг. Кстати, тоже бесплатный фактически инструмент и очень сильный. И как видеомаркетинг. Вот это очень горячий-горячий тренд. И образовательный маркетинг. Об этом я могу бесконечно отвечать. Я отвечаю за страны СНГ и России по маркетингу в GitResponse. И, соответственно, мы очень много ставим на образовательный контент. Потом приведу вам пример. Удивительная вещь. Итак, пошли. Вот смотрите. Я просто приведу примеры. Образовательный какой-то. Мастер-классы, конференции – это оффлайн. Образовательные курсы, выступления – это онлайн. Выступления чаще всего делаются в формате вебинаров. Образовательные курсы делаются в смешанном формате. Потом покажу, что сделали мы. Контентный. Это полезный контент для ваших аудиторий, который вы распространяете. Что это? Для B2B очень хорошо работает бизнес-кейсы, о которых сегодня уже упоминалось. Исследование. В частности, в полезный контент очень правильно можно построить имейл, ту же самую рассылку. И полезный контент – это то же самое ваши сети, социальные сети, где вы пишете. И, наконец, продающий контент. Ну, это анонсы акций распродаж, анонсы каких-то интересных условий, подарки при покупке от партнера и эксклюзивные скидки для аудитории партнера. Смысл какой? Вот вы можете чередовать и обмениваться этим правильно с партнером. Я потом тоже расскажу. Теперь каналы. Смотрите, вот это цифровые каналы. Это упаковка ваших активностей по каждому направлению. Оптимальная и практически не требующая затрат. Вот. Лендинг, вебинары, мейл-рассылки, соцсети. Если вы посмотрите, то на самом деле для всех вот этих вещей есть бесплатный инструмент. Вот. Ну, а в частности у нас, get response, это все входит в один пакет. Вот. Ну, то есть в пакетные решения, которые вы выбираете. То есть это очень удобно, когда все в одном. Ну, кроме соцсетей, конечно, да. Что у нас чаще всего повторяется, да? То есть соцсети. А, вот блок еще подключается для контентной очки. Кто ведет блок? Один человек? Два человека? О, три, четыре, пять. Уже все ведут, да? Прямо сразу пишите. Самое интересное, что блок вы можете вести как у себя, да? Так где-то. Например, вот digital – это блоги на Kosser.ru иногда вот часто ведут, да? Вот. И даже если у вас есть свой аккаунт, личный аккаунт, или страница вашего бренда в той же самой сети, это тоже считается вполне блогом. Задачи у блога разные, в частности. Вот у нас блог GetResponse, мы блог.getresponse.ru. Мы часто очень пишем про маркетинг, да, про автоматизацию, про все. И честное слово, у нас много переходов, много переходов как раз потенциальных клиентов, да, которые потом пробуют наш продукт. Следующее. Давайте прям приведу пример. Вот как мы воплощаем эти акции комаркетинговые. В частности, у нас есть офлайн и онлайн мероприятия с партнерами. Задача какая? Например, мы проводим образовательную активность. Мы, например, проводим конференцию, маленькую конференцию, или мастер-класс двух партнеров. Собираем вместе, создаем лендинг. Создается очень быстро, от 30 минут до часу. Вот, что у нас там, да, главная тема, место, дата, описание, ведущие. Единственная тонкость, что вот как раз здесь, если мы говорим о лендинге правильном, то нужно думать уже о контенте, чтобы контент был правильно преподнесен. Это контент-маркетинг, отдельное направление, много говорить об этом не буду. Если нужно, потом подойдете к нам, мы на стенде стоим, getresponse, и с радостью там расскажем о нашей все вот эти интересные лайфхаки. Вот, здесь обязательно на таких лендингах, да, что у нас? Веб-форма, встроенная форма контактов. К ней подключена имейл-рассылка. Что происходит дальше? Это первичная упаковка, это витрина. Что происходит дальше? Потом вы договариваетесь с партнером, что у вас целая система, задействованы все ваши каналы. Например, они в сетях постят ссылки на лендинг, анонс вашего мероприятия. Например, они рассылают в своих рассылках. Например, если они ведут вебинары, они рассказывают на своих вебинарах. Например, они пишут об этом в блоге. Вы делаете то же самое, то есть это обмен каналами. Есть одна тонкость, знаете, в выборе икомаркетингового партнера. Конечно, нужно выбирать максимально близкая аудитория, это понятно. Но нужно выбирать базу желательно, равную вашей или больше. Правильно? Если же к вам приходит партнер, у которого база меньше, то можно выжимать максимум условий. То есть в этом случае вы диктуете, у кого база подписчиков. Вот когда размер имеет роль, да, у кого база подписчиков больше. После этого, например, что мы очень еще практикуем? К нам приходит база партнера, да, вот часть, которая заинтересовалась нашей темой. Да, тему, конечно, нужно подбирать такую, что было бы интересно как раз пересечению ваших баз. Вот. Вот. Мы, например, ведем вебинары. Кто из вас ведет вебинары? Браво, молодцы. Кто продает через вебинары? Браво, отлично. Причем, что самое интересное, это же ведь не только инфобизнес. Сейчас вебинары приходят полным ходом уже и в B2B очень сильно, и в юридическую, и даже недвижимость риэлторскую. То есть приходят вот все эти вещи, потому что на самом деле контентные вебинары, когда вы рассказываете какие-то интересные вещи, прекрасный вариант построить доверие к вам, показать, что вы эксперты, что вам можно доверять. Чем более рискованная, да, какая-то индустрия, то есть или там, где очень большая конкуренция, вебинары работают великолепно. Да, просветительские вебинары, после этого можно делать уже продающие вебинары. Вот, и тоже у нас это в GetResponse встроено. Почему для нас это максимально эффективно? Да, потому что вот с партнерами у нас, партнеры, которые проводят спикеры, они находятся совершенно в разных частях земли. Знаете, кто-то в Камбодже даже сидит, рассказывает, как он создает свои курсы, то есть образовательные. Вот, и что еще очень хорошо в вебинарах? Потом доступна видеозапись. И на самом деле, чем еще вебинары прекрасны, видеозапись вы не только потом отправляете, да, вот тем новым и своим, которые записались, но и всем, которые зарегистрировались. То есть это гораздо больше людей, да, на самом деле. Зарегистрируется одна часть, придут процентов 20-30. Но ведь дальше есть такое перепозиционирование контента. И это великолепно. Из вебинаров вы можете нарезать самые яркие кусочки. Смонтировать, бросить в сети. Смонтировать, бросить в YouTube. Показывать на своих выставках, да, показывать на своих мастер-классах в оффлайне, что очень здорово. То есть на самом деле можете сделать пост в блоге. Можете сделать публикацию для Digital S.me, да, по итогам этого вебинара выбрать самое яркое. То есть на самом деле, проведя один вебинар, у вас появляется масса контента, через который вы можете продавать. Теперь посмотрите, что происходит. Да, здесь я буду показывать и наши цифры, и цифры, то, что я слышала. Недавно была приглашена на конференцию Автобосс. Это клуб владельцев автобизнеса и руководителей. И там люди озвучивали авто, да, автопродажи. Что у них, благодаря комаркетингу, работу по комаркетингу с клиентом, на 80% стоимость покупателя автомобиля снизилась. У нас в среднем это 50-60%. Снижение благодаря комаркетингу. Привлечение от 20 до 100% больше, да, на наши мероприятия. Это потенциально уже зарегистрированные пользователи. Мы имеем их контакты уже. Все. И бизнес-результат, смотрите, повышение узнаваемости нашего бренда, ну вот у нас где-то за меньше, чем за полгода, в пять раз выше охват, чем наша база. Вот, причем только про email говорю. Если я скажу про сети, где делали о нас полностью анонсы, то это, наверное, будет в 10. Что еще очень важно, опять же, для, чтобы правильно делать комаркетинг, вот здесь очень хорошо, когда вы собрали контакты, а их нужно собирать, держать. Моментальные продажи будут совсем невысокие, потому что это немножко чужая аудитория приходит от партнера, да, она вас не особо знает. Здесь очень хорошо подключать email маркетинг. Вот смотрите, по исследованиям, это действительно так. Email маркетинг номер один сейчас выгодный канал Digital. При правильном построении вложишь один доллар, получишь обратно. Видите, вот такие цифры. 38 и даже 44.25. Здесь страшная такая вещь, когда приходят новички в email маркетинг, то самое главное, что нужно понимать, что ни в коем случае email маркетинг не спам. Главное два условия. Первое. Собирать базу органически. Ни в коем случае не покупать, не обменивать, не арендовать, потому что вас не знают. Если начнется вот такое, непонятно какое, на вас будет масса жалоб на спам. Вы, ваша репутация, к сожалению, пострадает в глазах ключевых почтовых сервисов. В следующий раз вы никуда автоматически отправится прямо в спам. Поэтому нужно органически собирать через тот же самый сайт или лендинг, через блог, через вебинары. И второе самое главное условие. Ваша рассылка должна быть ценной. Это золотое правило. Вам самим интересно читать? Круто. У вас есть шанс отправить. Если вашим знакомым интересно, еще лучше. Если не интересно, если просто чтобы отписаться, не стоит этого делать, потому что будут отписываться. И еще одно главное. Дайте людям отписаться, если они хотят, потому что интересы со временем меняются. И если там им уже не интересен ваш продукт, они могут отписаться легко и просто. Вот смотрите. Мы проанализировали огромное количество письм. E-mail рассылок наших GetResponse, наших лучших клиентов. О чем писать так, чтобы было интересно? Первое. Авторитет. Авторитет, в частности, очень хорошо достигается за счет просвещающих, образовательных материалов рассылок. Вы строите доверие. Вы показываете, что вы эксперты, вам можно доверять. Это первый шаг к продаже. Первый. Потом. Раздувание интереса. То, что используют западные блокбастеры. Coming soon. Скоро будет эксклюзивное предложение или скоро будет новая услуга. Вот. Доказательства, почему продукт работает. Здесь очень хорошо работает видео. Ну, видеомаркетинг вообще отдельный тренд. Я могу говорить о нем бесконечно. Жалко не сейчас. Это будущее. И вот мы, вы знаете, мы делаем, почему продукт работает, мы делаем скринкасты, мы показываем, как работать с нашим продуктом и что можно достичь. Сюда же очень хорошо, почему продукты работают, идут отзывы клиентов. Причем здесь очень хорошая тонкость. Для B2B особенно. Это бизнес-кейсы, отзывы клиентов. И если вы еще сюда наложите видеоформат, это просто великолепно. Во-первых, доверие, что не просто человека непонятно, какого взяли там с улицы, а вот человек, вот говорит он, кто, что и как. И в этом отзыве он не просто говорит, используйте ваш продукт или вашу компанию, предлагаем, рекомендуем, а он рассказывает, как он использовал, какие свои вопросы решал, чего достиг. То есть это прям вот очень сильно работает и на доверие, и на желание скопировать это. То есть вот такое сочетание. Еще, конечно, ряд факторов, вы их видите. Очень интересно просто, например, создавать рассылки о том, как упростить, сделать более эффективным какой-либо процесс и красиво туда вставлять информацию о ваших услугах или продуктах. Попробуй бесплатно. Всегда работает. Всегда-всегда. И даже когда вы собираете какую-то свою базу. Если вы B2B, то это, наверное, личная консультация может быть бесплатной или бесплатный звонок. То есть вы с этим всем прекрасно знакомы. Например, вы под это собираете контакты, а потом еще можете писать, давать вот такое что-то бесплатное в рассылке. Вот он, горячий тренд очень в ML-маркетинге. До того уже дошло, да, дошло программирование, вообще уже развитие платформ, что вот что происходит. Вы можете программировать поведение человека. Причем интерфейс настолько простой уже, что можно сценарии, о которых я расскажу, создавать за 2-3 часа. Но вот что делает тот же самый автоматизация в e-mail. Доставка правильного человека, правильному человеку, правильного сообщения в правильное время, чтобы человек выполнил нужное нам действие. Вот такое, например, составление сценария. Давайте я приведу пример. Например, человек оставил вам контакты. Вот это тоже самое брошенные корзины. Брошенные корзины у всех интернет-магазинов. Правильно? То есть он все начинает там оформлять заказ, оставляет вам контакты. Раз, что-то. В течение часа или двух нет покупок. У кого-то в течение 10 минут нервы не выдерживают. Я имею в виду владельцев магазинов, маркетологов. И после этого что вам падает на почту? Напоминание. Напоминание. Сначала напоминание, потом ой-ой-ой, потом скидочка, но только она очень мало действует. Потом еще 50 тысяч товаров, которые, вероятно, вам подойдут с этим. То есть, ну, вот это не понравилось, и купи. Так это же все программирование. Грубо говоря, вот она, автоматизация. Что это такое? Оставил контакты, высылаем письмо какое-то определенное. Оставил контакты, корзину забросил, высылаем письмо. На письмо не ответил, высылаем скидочку. На письмо ответил, купил, не купил. Не купил, хорошо, бросаем туда новые какие-то товары, которые подойдут. И по кругу вот так. Это всего лишь один момент до первой продажи. Потом делается подобное с допродажей, с кросс-продажей товаров, с предложением товаров партнеров. Это не только для email-магазинов, если честно. Это для ваших клиентов. Для B2B немного сложнее, но и, короче, сам сценарий. Понятно, да? То есть тут нет таких вот переходов по всему огромному сайту с товарами. Все это программируется очень быстро. Знаете, когда появилась эта у нас функция, GetResponse, я позвонила Елене Антиповой, она тоже часто со мной выступает. Это один из лучших email-маркетологов страны. И попросила Лену освоить эту функцию. Лен, пожалуйста, ты можешь посмотреть, что будет? Она тестирует у нас все новые функции. Она официальный партнер, GetResponse. Лен взяла людей, которые не были на сайте, ее интернет-магазин, а у них высокий средний чек очень. Это часы и аксессуары, можете представить. Которые не были два года на сайте. Вообще не были. Сделала за два часа вот этот вот сценарий, запустила, ожидала там, что 5% едва придет. У нее продажа пошла на следующий день. То есть вот правильно простроила и контент сделала. Плюс еще там реально было, я не помню, около 1,3% продаж. Продаж, не то что возвратов, просто продаж от этих людей. То есть вот такая вещь, что творится в будущем. То есть вы уже видите, как вот этот тренд, который стратегический. Тренд образования, образовательный маркетинг. пришел к нам четко с запада. Почему? Потому что там конкуренция и требования людей гораздо выше. Продуктов гораздо больше. Как выделиться следи этого жуткого белого шума? Дать ценное. Ценное бесплатно. Дать ценное бесплатно, основанное на чем? На употреблении твоих продуктов или услуг. Вот что сделали мы. Мы создали курсы. Мейл-маркетинг для новичков, для начинающих. Причем было очень интересно, как мы его создавали. Мы учли здесь, знаете, все горячие тренды. Мы учли проблемы людей, мейл-маркетологов. Мы учли какие-то определенные функции, которые рядом с мейл-маркетингом, которые дополняют его инструменты. Мы учли те вопросы, которые нам чаще всего задают. И мы учли форматы. И мы сделали довольно рискованную вещь. Мы сделали курс полностью в видео. В различных трех форматах видео. Что это такое? Бизнес-тема у нас. Это YouTube-формат. Ролики от двух до девяти минут. После этого мы даем вебинары. Где-то час-полтора, где мы разжевываем, как эта функция реально применяется, как мы применяем, как применять на нашей платформе. И третье. Мы даем короткий скринкаст. Учебное видео. Просто вот на эти скринкасты. Транслируем экран, как нажимать те или иные клавиши, кнопочки, чтобы моментально эту функцию воплотить. Три видео разных формата. Все это, конечно же, идет по имейлу. Почему образовательный маркетинг и имейл – это очень классная вещь? Имейл гарантирует неизбежность обучения. Почему? Если вы учитесь не по имейлу, а куда-то еще, вам что нужно? Вспомнить, подняться, перейти, как-то пароль, не пароль, запомнил, не запомнил, пошел, посмотрел урок. Если вы на LMS. В смысле, если вы на каких-то системах, где у вас хранится информация. А имейл-маркетинг что? Вам приходит письмо. У вас нет выбора. Вы перейдете. Вам, например, уведомление. Пришло урок такой-то, например. Причем что хорошо? У многих сейчас имейл-систем. Видео что? Встроено внутри. Вы просто открываете, щелкаете кнопочку и смотрите спокойно видео, которое есть. И прямо тут же по ссылкам переходите. Это очень важная вещь, если будете делать какие-то образовательные курсы, рекомендуем имейл. Как канал дистрибьюции информации. Для вебинаров то же самое. Поэтому у нас вот наш кейс Academy GetResponse, это ко-маркетинг, имейл-маркетинг, образовательный маркетинг, ко-маркетинг. Почему? Мы запустили его в декабре прошлого года и началось что-то и удивительное. Мы начали на них рассказывать на мероприятиях. Вот так сидели люди, мы все говорили, вот у нас вот такой курс, видеоформат. И я вот была действительно удивлена, когда нам стали звонить партнеры и писать. Юля, а почему вы нам не сказали, что у вас классный курс, давайте мы о нем расскажем. Потом организаторы ивентов. Юля, вы называли этот курс, давайте потом нам ссылку, мы вышли всем, кто был. Это же очень хороший курс. Потом наши давние партнеры, получается, с которыми мы делали ко-маркетинг. Ой, у вас такая новинка появилась. Давайте-ка мы в сетях напишем. То есть самое парадоксальное, реально я попросила там, может быть, двух-трех партнеров. А остальные вот около этого хайпа, около этого шума, то, что появился классный курс, они просто к нам стали обращаться. Чистый ко-маркетинг. И мы в маркетинг, естественно, в основе курса, с видеомаркетингом. Вот что мы получили. Это было, конечно, для нас шоком. Тысячу сто студентов. Ни копейки в продвижении. Вирусный эффект. В сетях, на мероприятиях подходили, мы слышали, у вас есть. То есть реально вот то, что было. Потом уже диджитал-сми стали писать. Самое важное в образовательном маркетинге, это не ля-ля, это не показать, какие мы классные. Самое важное создать квалифицированного покупателя. Квалифицированный покупатель – это кто? Человек, который задает меньше вопросов. Человек, который покупает быстрее, потому что он, а, поверил вам, б, разобрался в вашем товаре, человек покупает на большую сумму, потому что он уже знает ваш ассортимент, потому что он уже понимает, как использовать то или иное решение. Вот это делает образовательный маркетинг. Поэтому ежемесячные продажи и все автоматизируем. Мы не ведем с ними переговоры, мы просто даем контент, рассчитываем сценарий, далее суперформат, далее суперконтент. Все. Еще раз говорю, конечно, это интернет-маркетинг. Кто из вас из интернет-маркетинга здесь? Прекрасно. Остальные, наверное, не из интернет-маркетинга. Но, пожалуйста, подумайте. Вот это просто мощная упаковка и оболочка. На самом деле для вас можно взять упрощенные вещи. Те же самые вебинары, которые вы просвещаете людей о ваших услугах или о ваших продуктах. И после этого конвертите их в личные консультации или какие-то продажи. То есть я веду к тому. Вот это максимальный набор инструментов. Берите то, что вам нравится. Или просто видео, которое вы выкладываете у себя в сетях или где-то еще тоже очень хорошее. Огромное количество просмотров идет. Гораздо больше. Если вы даже рекламу подключаете, минимум на 40% больше. Это видео вам органику дает. Вот. А сейчас я просто хочу сказать немножко о нашей платформе и пригласить вас к нам. То есть фактически все те вещи, которые я говорила, мы делали. Вот видите, у нас есть полностью вся обвязка. И вебинары у нас встроены, и имейл-маркетинг, и лендинги тоже, и веб-формы. Мы известны. 350 тысяч клиентов в мире доверяют нам. Все на русском. И русскоязычное обучение. GetResponse. Вот GetResponse. Много B2B клиентов. Средних и малых бизнесов. Да. И это, наверное, последнее, что я хотела сказать. Я приглашаю всех на стенд GetResponse. С радостью пообщаемся. Если у вас есть вопросы или хотите узнать какие-то еще интересные практики, которые мы делаем, нам реально много чего рассказать. Кроме того, рада подарить вам скидку 50%, если подойдете к нам, и дать вам доступ к нашему бизнес-курсу. Понятно, что не все подойдут. Кому-то кофе попить надо, кому-то еще поговорить. Поэтому смотрите. Я в сетях. Юлия Ракова. Facebook или ВКонтакте. Пожалуйста, добавьтесь, либо подпишитесь, потому что в Facebook, мне кажется, он уже не принимает друзей там. И напишите сообщение мне. Хочу курс. И я вам, соответственно, этот пакет и вышлю. Хорошо? С радостью теперь слушаю ваши вопросы. Вопросы? Ну, хорошо. Тогда вопросы мы переносим уже… На стенд переносим. Да, на стенд. Приходите на стенд. Юля, говорите как раз, что не про стратегию, а как раз про то, как встраивать онлайн-маркетинг, стратегию. Быстрые результаты. Оно и есть. Быстрые, быстрые, быстрые. Стратегия – это супер и правильно. Мы тоже пришли к информации, мы тоже поставим. Спасибо огромное. Про вебинар. Спасибо вам. Спасибо. Друзья, у нас партнеры вечно опаздывают. У кого-то в раздатке есть, у кого-то нет. Есть вот такой сертификат. Можно получить на регистрации. Сертификат предоставляет вам право получения от компании Mars Travel бесплатного бонуса в рамках экскурсионного тура Арабский Оазис. Ну, то есть скидка хорошая на поездку куда-нибудь в ОАЕ и так далее. Не забудьте сходить получить. Они на две персоны. Спасибо. У нас 10 минут перерыв и прошу опять в зал.